Отправляясь на рынок за очередным платьем, ну или, скажем, еще одной кофтой, мы не раз задумывались о том, какой же срок прослужит купленная вещь. Для того, чтобы таких вопросов у нас возникало как можно меньше, качество реализуемого товара должно подтверждаться необходимыми для этого документами. В соответствии с решениями комиссии Таможенного союза, скажем, с 1 июля 2012 года вступили, скажем, одни из таких важных регламентов трех. Это технический регламент о безопасности продукции легкой промышленности, технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты и технический регламент о безопасности продукции для детей и подростков. Проверка изделий делится на две группы по химико-биологической и механической безопасности. Первая проверка проводится на наличие вредных веществ, которые может выделять одежда или обувь. Механическая определяет содержание волокон, устойчивость окраски, а также проверяет на прочность скрепления подошвы и каблука в обуви. Что касается товаров для детей и подростков, то там показатели проверки значительно больше. Эту группу показателей в основном проверяют на сегодняшний день Минск. Но вот с 1 июня была аккредитована наша лаборатория на показатель такой, как содержание химических волокон. Сейчас мы готовимся к устойчивости окраски и текстильную группу мы полностью закроем. Это именно та группа, которая больше всего, наверное, процентов 90 на наших рынках Гродненской области. Ну и, наверное, к концу лета будет закрыта такая группа, как обувь. И то есть по рынку уже вопросов о том, что им далеко неудобно и их не устраивает, это, ну, не должны такие вопросы возникать. Если сертификат на реализуемую продукцию у предпринимателя отсутствует, то единственным подтверждением качества служит гарантийный талон. В нем должно быть указано, что товар не прошел проверку соответствия, а также изготовитель и стоимость предмета торговли. Все это закрепляется подписью предпринимателя. Это дает право в случае выявления дефектов вернуть товар продавцу. Платильщик единого налога может использовать данный документ до 1 июля 2014 года. Евгения Филиппова, Сергей Печерица, Новости Гродно+.